Добрый день! Мы с вами находимся в парке Сосновка, который расположен на окраине, в северной части, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Парк Сосновка занимает площадь 302 гектара, и официальное название он получил с 1968 года. Вот перед нами мемориал защитника Малининградского неба, который был установлен здесь, в парке Сосновка. Дело в том, что здесь во время Великой Отечественной войны была оборудована взлетно-посадочная полоса для истребителей, которые защищали Ленинградское небо. И в 1942 году этим занимался инженерно-строительный батальон, состоящий из одних девушек. И вот благодаря их усилиям именно на взлетно-посадочную полосу садились тяжелые самолеты с продовольствием, специально для блокадного Ленинграда. А рядом находились маскированные боеприпасы. Кроме деревьев парка Сосновки, они маскировали вот этот аэродром взлетно-посадочную полосу. Ну и рядом находятся кладбища, где погребены, похоронены военные лучики. Так что этот парк также связан с событиями Великой Отечественной войны. Итак, в XIX веке, в 30-е годы здесь находились загородные участки. Были такие загородные дачи, так скажем, известного писателя Ивана Тургенева, литературного критика Виссариона Белинского. А вот дальше от дачных участков простирался Сосновый бор, который как раз-таки располагал к продолжительным прогулкам на свежем воздухе. Ну и предназначался для отдыха, чтобы отдохнуть от городской суеты. В далекие времена парк Сосновка был уединенным местом для дуэли и лишних глаз, так называемых. Ну и вот известная дуэль, которая произошла между русским писателем Михаилом Лермонтовым и сыном французского посла Эрнестом де Барантом. В качестве наказания потом Михаила Лермонтова выслали на Кавказ. В 1893 году владельцем этого парка стала глава Санкт-Петербурга Радьков Рожнов. И после него дачу поделили, дачный участок разделили между его сыном Ананием и дочерью Ольгой. Сын Анани занимался участком, он прорубил аллеи, но перепланировку не завершил, поскольку помешала революция. А вот Ольга участком не занималась, и поэтому разделили эти дачные участки и объединили обществом стандарт. На этой территории также происходило обустройство, то есть строили финские домики с защитными каркасами. В 1919 и 1920 годах в Ленинграде были очень сильные морозы продолжительные, и поэтому деревянные каркасы пустили для отопления, а лес прорубили дальше. В 1923 году здесь расположился политехнический институт, был создан имени Калинина, а рядом с Сосновым убором, Сосновым убором послужил исследовательской базой лесного института. Ну и студенты сами сажали кленовые аллеи, которые сохранились вплоть до наших дней. Парк Сосновка Такой живописный парк, где можно погулять, подышать свежим воздухом, подышать, послушать щебетания птиц, ну если повезет увидеть белочек и покормить их, ну или просто посидеть в кафе, в ресторанах, заниматься спортом. Здесь можно взять в аренду инвентарь, покататься на велосипедах, а летом, конечно, на лужах и санях. Ну и еще интересная информация по поводу парка Сосновки. Здесь, согласно секретным документам, с 1942-1945 года располагалась школа для разведчиков и диверсантов, и обучение происходило очень секретно, то есть конфиденциально. Сами курсанты, они жили в заброшенных домах в южной части парки Сосновка. А вот после военного времени, после войны, здесь расположился такой учебный комплекс для стрельбы, или как Олимпийский клуб стрелец. В парке Сосновка также проходят различные мероприятия, фестивали. Например, в сентябре, в один из воскресных дней, проводят марафон, забег так называемый. Октябрь богат на грибы, здесь проходит также фестиваль грибов и ягод. Можно послушать экскурсию, посвященную птицам. Ее проводит любитель, и на этой экскурсии вы узнаете очень много нового, то, что скрыто от посторонних глаз. Так что приезжайте в парк Сосновка, я думаю, вам понравится. Спасибо. Спасибо.